Я бы хотел сделать свой небольшой обзор плеера Sony Walkman NWZ-B143F. Вот видите? Тут написано, что это уже снятая с производства модель, но она у меня уже, наверное, четвертый год. Вот, размер, объем 4 гига. Вот, она у меня уже четвертый год, меня устраивает, но не во всем. Сейчас я хочу поговорить большинство о плохой стране, потому что, чтобы, если кто вдруг купит, вот, ну мало ли где, может, еще продается, чтобы они знали. Возможно, другие плееры Sony имеют такие же недостатки, как и этот. Вот, я просто хочу предупредить на всякий случай. Может быть, кто-то с таким же сталкивался, и он знает, как решить эту проблему. Вот, тут нарисован красный, но у меня черный. Такой же, только черный. Вот. Ну, сейчас я к своему плееру подойду, возьму. Ну, и, в общем, проблема в том, то, что чем больше ты туда, чем больше ты песен туда запихиваешь, потом их удаляешь, тем он начинает тормозить потом больше. Вот. Единственное, как можно избавиться, это его отформатировать и заново засунуть песни туда. Вот форматирование, оно помогает от всего. Вот, в общем, вот, например, у нас сейчас вот music, значит, вот это где песни хранятся. Ты нажимаешь сюда, вот, например, выбираешь папку, и дальше уже вот они все твои папки с музыкой, которые у тебя есть. Ты можешь для удобства как хочешь их распихать. Вот, видите, как быстро перемещается по папкам. Вот. Это, то есть, у меня все альбомы. То есть, вот, например, вот, например, мы заходим в общую папку с музыкой, и тут у меня уже идут подпапки. Видите, как оно быстро переключается? Вот я захожу в папку, видите, сразу мгновенно, мгновенно, только я нажал, сразу уже в папку зашел. Хоп, вот мы в папке. Вот, видите, тоже быстро очень переключается по папкам. Только я нажимаю, сразу переключается на другую папку. Хотим послушать песню. Нажимаем, хоп, сразу мы в папке, вот список песен. Вот, хоп, сразу список песен. И когда хотим послушать, нажимаем play, и вот сразу песня пошла. То есть, это не то. Вот, хоп, все, и сразу пошла песня. Вот. То есть, моментально. Только нажмешь, сразу все это происходит. Но, примерно, вот я как пользуюсь, я примерно раз в 2-3 дня какие-то песни удаляю, и новые туда запихиваю. Вот, ну, примерно так. То есть, в неделю примерно раза 2, то есть, примерно раза 3, я, значит, несколько песен удалю, несколько засуну, или папок несколько удалю, несколько засуну. И вот, примерно через 2 месяца после такого пользования, плеер уже начинает тормозить. И чем больше ты песен удаляешь, потом запихиваешь, тем все сильнее и сильнее. То есть, вот, к примеру, вот как я показывал, сейчас мы быстро, только нажали, сразу в папку зашли, только нажали, сразу песню начали слушать. И переключается очень быстро. Вот, например, сейчас я примерно так покажу. И вот, когда он начинает тормозить, в чем заключаются вот эти все тормоза? Например, вот, если, ну, например, вот мы попользовались, например, ну, месяца 4. То есть, вот так вот, да? Периодически вот так вот удаляешь что-то, запихивая новые песни. Вот. И какие тормоза начинаются? То есть, вот, например, если ты хочешь зайти в какую-то папку, вот, например, папка с музыкой. Нет, нет, во-первых, тормоза с переключением. То есть, видите, как быстро переключается. Но тормоза, переключение долгое. Это, например, мы нажимаем кнопку, и не сразу переключается, буквально через какое-то время. Вот, переключился на следующую папку. Опять нажимаем кнопку, опять через какое-то время переключается и так далее. То есть, вот очень долго все это происходит. То есть, чтобы выбрать папку, уже начинаются тормоза. Потом, чтобы зайти в папку, тоже тормозит. То есть, то ты нажимаешь на кнопку, сразу в папку заходишь. А то ты вот нажал на кнопку, и ты должен подождать несколько секунд, прежде чем он зайдет в папку. Также в выборе песен. Хочешь какую-то песню нажать, нажимаешь вниз, он не сразу переключает. Еще раз нажимаешь, или, ну, вверх-вниз, вот ты выбираешь песни. Еще раз нажимаешь, вот нажал, и только через несколько секунд переключается вниз. Вот. И также, если хочешь песню послушать, нажимаешь play, и несколько секунд он думает. Вот. То ты нажимаешь, когда вот нормально нажал play, и сразу песня начинает. Вот как сейчас, да, он у меня сейчас новый, я его только несколько дней назад форматировал. Вот. Но если эти тормоза, то ты хочешь, прежде чем включить песню, ты, короче, нажимаешь, и тебе нужно ждать несколько секунд. Вот. И это время примерно может, ну, то есть, сначала, когда начинаются тормоза, примерно, ну, секунда проходит. Потом все больше и больше, потом уже 5 секунд. Иногда я даже ждал 10, или даже, это сейчас он автоматически выключился. Вот. У меня экономия энергии стоит, чтобы он быстро выключался, если я им не пользуюсь. Вот. То есть, вот он быстро включился, типа он в ждущем режиме был таком. Ну, сначала он в ждущий режим переходит, потом отключается. Ну, в общем, самые такие серьезные тормоза, которые у меня были, это я 10, примерно 10 секунд ждал, прежде чем войти в папку, переключиться на какую-то песню. То есть, на все это уходило примерно по 10 секунд уже потом, в конце. Я уже не мог потом это терпеть. Я думал, ладно, хер, я тебя отформатирую, блин. Вот. То есть, форматирование об этом помогает, да, излечивает это. Вот. То есть, например, представьте, ты, например, хочешь войти в папку, ты нажимаешь на нее, ждешь 10 секунд, прежде чем он зайдет в папку. Ты хочешь переключить на другую песню, вот ты нажал кнопку, чтобы переключиться, и только секунд через 10 он на нее переключится. Потом тебе еще нужно же нажать play, чтобы эту песню начать слушать. Ты нажимаешь play и еще 10 секунд ждешь. То есть, вот такие вот конкретные тормоза вообще вот бывают. Вот. Ну, форматирование это... Он форматируется быстро, буквально за пару секунд, да. Вот. Но, во-первых, тебе нужно запомнить, какие у тебя были на нем песни, какие папки. Потому что ты его отформатируешь, все это пропадет. Вот. Почему это неудобно? Потому что тебе нужно все песни запоминать. Вот. А потом, когда ты его отформатируешь, тебе нужно заново заполнять его этими песнями. Которые у тебя были. На это все тоже время уходит. Вот. Но лучше потратить время на это... Да, все. Его запомнить песни или как-то записать. Вот. Но я как сделал? Лучше потратить на это время... Сейчас скажу, как я сделал. Лучше потратить время на это, чем вот каждый раз вот так вот ждать, когда начинаются тормоза. Вот сейчас он у меня быстро переключается. Я только вот несколько дней назад его форматировал. И заново его забивал песнями. Вот. Значит. О чем я хотел там сказать? Ну вот, я в общем, в принципе, хотел обзор сделать, вот, касающийся вот именно этой технической части. То есть, может быть, с другими плеерами такая же проблема. Может быть, кто-то знает, как ее решить по-другому. Чтобы вот так вот все песни заново не форматировать, чтобы потом заново его не забивать. Вот. Может быть, какой-то другой способ есть, я не знаю. Гарантия у меня уже давно прошла. Может быть, надо было его в сервисный центр отдать. Может быть, они там бы что-то изменили у него. Внутри, не знаю, может быть, как-то. Исправили его. Может быть, так и быть не должно. Но примерно вот я говорю, после трех месяцев вот такого активного пользования, вот, если ты вот несколько раз в неделю песни какие-то удаляешь, какие-то запихиваешь, вот он начинает уже тормозить. И чем дольше ты им пользуешься, тем больше он тормозит. Вот. Но я как сделал? Я, значит, вот, вот так вот. Например, я вот хочу его отформатировать. Да, меня тормоза достали. Я, значит, захожу в папку, значит, в папку с музыкой, смотрю, какие у меня там папки. И все вот эти папки я у себя нахожу на компьютере, так как я с компьютера их скидывал. И копирую их в отдельную папку. То есть, чтобы все это не запоминать, я же все это не запомню, что у меня тут. У меня очень много папок, много подпапок, в каждой много песен. Вот. То есть, все, что у меня на плеере, я вот так вот по плееру бегаю, ага, например. Это что? Ага, это музыка из Resident Evil 5. Где она у меня на компьютере? Ага. Скопировал ее в отдельную папку. Так, это что у меня? Это у меня Наутилус Помпилиус. Ага. Скопировал, нашел на компьютере, скопировал в отдельную папку. Что у меня? Это Skillet у меня, например, да, группа Skillet. Вот. Так, ага. Какой у меня тут альбом? У меня не все тут, например, сейчас, да. Что у меня тут, например? Ага. У меня альбом 2001 года, 2004. Вот здесь сейчас, на плеере. Значит, я на компьютере ищу альбом 2001-2004, копирую их в отдельную папку. Вот. Ну и также по всем папкам, короче, проверяю все, что-то у меня есть. Копирую это все на компьютере в отдельную папку. И потом, когда я уже этот плеер отформатировал, чтобы также не бегать по папкам, все эти песни на компьютере не искать, не запихивать на этот плеер, так как они у меня уже все в одной папке есть, то есть в этой папке все, что у меня было на этом плеере до того, как я его отформатировал, Я просто беру одну эту папку и сразу его на плеер скидываю, и всё, и жду, пока он там закинет их. Вот, примерно, вот у него сейчас, у него 4 гигабайта здесь, сейчас у меня заполнено примерно 3,5. И вот, чтобы заполнить эти 3 гига с половиной, сейчас мы можем даже его подключить, посмотреть, сколько там песен, сколько там файлов, какой общий размер. Вот, в общем, у меня на это ушло примерно 20 минут, вот, чтобы заполнить его полностью этой, ну не полностью заполнить, а вот всем, что у меня там было. Сейчас вот мы его подключим и посмотрим. Так, вот у нас, значит, свойства. Значит, сейчас, нет, даже меньше, 2,88 гигабайт из 4. Вот, точнее, нет, тут пишет, что 3,64, а не 4. Вот, ну вы знаете, да, вот это так же, как на жёстком диске в компьютере, например, у тебя 500 гигов, а он пишет, что у тебя, например, 450 свободно. Так и здесь, вот. То есть, вот из этих вот полный объём 3,64 занято 2,88. И вот, чтобы из этих, из 3,64, из 3,64, в общем, короче, чтобы из этого объёма заполнить плеер на вот этот объём 2,88 гигабайт, у меня ушло минут 25, 24-25 минут. Вот. То есть, вы можете представить, что, чтобы его заполнить полностью на весь этот объём, нужно, например, полчаса. Вот. И то, тут сейчас он покажет. Нет. Так, свойства. Вот. Значит, у меня сейчас тут 862 песни в 111 папках. То есть, вот такой объём. Тут пишет даже 2,86. Там писал 2,88. Вот. В общем, вот этот объём, 862 песни на 111 папок. И всё это вот у меня заполнялось вот около получаса. Ну, 24-25 минут, примерно так. Вот. То есть, вот такой вот плеер. Ну, раз уж эта модель снята с производства, то вы, может быть, его сможете купить где-то какой-то БО. Но, в принципе, он недорогой, дешёвый, очень хороший. Качество звука хорошее, навигация удобная, радио есть и запись голоса. И всякие настройки интересные есть. И, ну, очень удобный он. Так что, если, например, вот вы собираетесь покупать, может быть, кто-то, БУ, например, какой-то, то я вот говорю, что вот такая вот проблема с ним есть. Так что, если вы активно пользоваться собираетесь им, то лучше его не покупать, конечно. Или форматируете его периодически. Как только начались тормоза, ну, в принципе, они сначала, сначала они терпимые. Да, одну-две секунды подождать, чтобы войти в папку, включить песню, я думаю, это несложно. Но, когда это уже переходит за 10 секунд, то это уже нереально уже просто, вот. Так что, вот. Ну, о чём бы ещё тут сказать-то? В основном всё, ну, а так, в основном, в принципе, это хороший плеер. Видимо, его сняли с производства, наверное, из-за того, то, что вот эти проблемы с тормозами, на них многие жаловались, а они их не могли никак, наверное, исправить. Наверное, это неисправимо. То есть, это глюк такой его. Потому что, я знаю, вот на iPod, например, у меня одного знакомого iPod какой-то, уже у него около 5 лет, он говорит, что я чуть ли не каждый день. Он очень много музыки слушает. Он говорит, что я чуть ли не каждый день там по несколько гигов удаляю и новой музыки заполняю. То есть, вот он, например, приходит домой там с работы, с института, видит, какие новые релизы появились, он их скачивает, старую музону с iPod удаляет, забивает новые. Пока он там едет, разъезжает, там что-то делает, он это всё слушает в день, прослушивает, потом приходит, опять их удаляет, уже что-то новое. То есть, каждый день. То есть, и у него никаких проблем не было. Значит, это проблема вот этого вот сонитского, вот этого плеера такого. Ну, в общем, и да, работа от батареи. Значит, чтобы его полностью зарядить, нужно, ну, примерно у меня около, около часа уходит. Вот от USB, чтобы его зарядить. Он работает примерно, ну вот, там три, сколько там делений-то от батареек, я уже не помню, блин. Четыре деления. Вот. И каждое деление, чтобы, вот, четыре деления батарейки, и каждое деление, это примерно часа три прослушивания музыки. Вот. То есть, вот, считайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Ну, вот, примерно на двенадцать часов хватает, то есть, если так без перерыва его слушать. Вот. Ну, это тоже ещё зависит от громкости, но вот максимальная там громкость тридцать. В основном я слушаю на громкости, но это ещё зависит тоже от наушников. Вот, например, если вот такие вот наушники, да, вот, которые вот на уши одеваются, то уходит, то я в основном слушаю на громкости 25-26. Ну, если наушнички вот такие вот вставные, вакуумные, вот такие вот, да, маленькие, вставные, то на громкости 22-23, потому что в них звук громче, чем в этих. Вот. То есть, те же прям в уши вставляются, вот, а эти поверх ушей. Соответственно, эти громче приходится делать. Вот. Ну, примерно на громкости 23-24 вот это всё время. То есть, одно деление примерно на 3 часа, одно деление батарейки. Вот. Вот на такой вот примерно громкости. То есть, 23-24, ну, может, 25 из 30. Вот. Примерно вот так. В общем, вот такая тема. Я, кстати, перед тем, как начать говорить об этом плеере, я даже не знал, что он снят уже с производства. Это я просто открыл сайт, увидел это, но думал, ну, ладно, скажу, мало ли кто, может быть, ПБУ купит, или, может быть, где они ещё продаются. Вот. Так что вот такой вот плеерочек. Это USB-шка. У меня, кстати, был один глюк, короче, я вот. Ну, правда, может быть, от этого он стал глючить. Я не знаю. В общем, я его вот включил в USB, он тут плотно стоит. И я встал как-то, что-то пошёл открыть форточку, что ли, вот у меня тут окно. Я его слегка задел плечом. И вот он прямо стоит, и он вот чуть-чуть вот так вот направо. То есть он полностью был вставлен. Я его задел плечом, он чуть вот направо перекосился вот так вот. Я знаю то, что у таких вот средств, то есть у такой вот техники, так сказать, да, которые имеют вот такие вот USB-шки, у них вот это самое уязвимое место. То есть если это место повредить, то может сломаться вообще всё устройство. Ну, вот я вот так вот его задел. Может быть, именно от этого он стал глючить. Я не знаю. И единственное, да, ещё что мне не нравится, тут есть кнопка ZAP. Вот она, ZAP. Даже тут вот на картинке ZAP. Что эта кнопка даёт? Ты её включаешь, и он в произвольном порядке тебе даёт слушать кусочки из песен. Вот, кусочки небольшие. И вот это меня бесит. Вот эта кнопка, я совершенно думаю, ненужная. Иногда я просто случайно её задеваю, и там, перед тем, как начинает песня играть, там такой звук, пип-пип, что-то ZAP активен, что-то такое, говорит он. Вот. Вот это меня очень сильно раздражает. Просто, блин, ненужная функция совершенно, блин. Случайно кнопку заденешь, пип-пип, главное, он орёт в ухо. С такой, даже если песня не очень громко играет у меня, то вот этот вот звук, он очень громкий. Прямо вот в уши тебе, пип-пип, ZAP активен. Пип-пип, ZAP не активен, блядь. Вот это вот очень раздражает. Так что, я не знаю, эту кнопку, наверное, надо как-то выковырить, её вытащить, чтобы случайно её нельзя было нажать. Вот это, блин, полная тупая, блин, фигня. Ну, тут у нас запись голоса, громче, тише, бас. Бас, кстати, да, вот ещё одна ненужная функция, это бас. Тут очень хорошая настройка эквалайзера есть, можно настроить как хочешь. И вот эта кнопка бас, когда ты её включаешь, она наоборот, только звук портит. Звук становится очень плохой, очень тупой. Вот эта кнопка бас совершенно тоже ненужная. Абсолютно. Ну вот. Ну вот. Всё, что я, в принципе, хотел сказать, я вам и рассказал. Выговорился я, блин. Недаром всё-таки этот плеер сняли с производства. Не я один такой, блин, которого он тоже этими глюками своими, блин, бесит. Вот. Ну, единственное, почему я его храню, потому что он, ну, не знаю, чё-то, блин, нравится он мне, и всё, нафиг. Не знаю. Несмотря на все эти его глюки.